Привет, друзья! Сегодня у меня для вас задача по геометрии. Задача необычная, потому что кажется она очень сложной. Даже вот по рисунку, пока я вам еще не говорил условия, уже по рисунку кажется, что тут вообще ничего не просто. Но, друзья мои, задача решается так просто, что вы просто влюбитесь в геометрию. Эта задача, я уверен, вас очарует. Итак, смотрите. Сначала мы строим прямоугольный треугольник какой-то. Потом на сторонах этого треугольника строим квадраты. На маленьком катете, на большом катете и на гипотенузе. Потом соединяем углы вот этих вот квадратов и продлеваем длинный катет до пересечения с этой прямой. И вот этот вот отрезочек, он равен единичке. Ну, а найти нам нужно, собственно, площадь вот этого квадрата, построенного на маленьком катете. Как видите, все запутано. Ни разу вообще нелегкая задача. И непонятно, как вот этот вот отрезочек связан с нижним квадратом. В общем, ставьте на паузу, думайте. Наводку я вам дал, да, что задача решается очень легко. Но думайте как. А пока думаете, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И обязательно напишите в комментариях свои идеи, свои мысли. И вообще, что вы думаете об этой задачке. Ну, а я, пожалуй, приступлю к решению. Смотрите, друзья. Давайте мы вот этот вот треугольничек, ну, давайте обозначим его красным. Вот этот наш треугольник. Повернем на 90 градусов относительно вот этой вот точки. То есть берем его и поворачиваем на 90 градусов. Тогда что? Тогда вот эта точка у нас с вами переместится вот сюда. Так? А вот эта точка у нас с вами переместится вот сюда. И получится вот такой вот треугольничек. Так? Зелененький. Был красненький, стал зелененький. Ну, а вот этот вот отрезочек, равный единичке, он у нас переместится вот сюда. Так? А теперь смотрите. Последнее действие осталось в задаче. Пусть у нас этот катет, вот этот вот, равняется А. Так? Ну, тогда понятно, раз это квадрат, то и вот эта сторона равняется А. А так как мы повернули на 90 градусов, то и вот эта вот часть равняется А. Итого мы с вами получили прямоугольный треугольник, вот этот вот, у которого большой катет равен А. А маленький катет, это как раз сторона искомого нашего квадрата. И смотрим. Вот этот вот отрезочек, равный единичке, он является в этом треугольнике чем? Тут А и тут А. Средней линией. Средняя линия. Ну, а раз это средняя линия, так, значит, основание в два раза больше. И вот этот вот катет равен двум. Ну, а раз катет равен двум, он же по совместительству является стороной квадрата, значит, площадь квадрата равна два в квадрате, то есть четыре. И это, друзья мои, ответ. Видите, все гениальное, как говорится, просто. Небольшой поворот на 90 градусов, и задача решается буквально сама. На этом у меня все. Ставьте лайк, если все еще не поставили. И пока, до новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok